девочки всем привет всем здравствуйте сегодня такое неожиданное начало видео в общем хочу пригласить вас кое-куда в очень интересное место давно мы с вами кстати никуда не выбирались поэтому сегодня будет такой влог едем на семеновскую фабрику посмотрим что там интересного какая там пряжа ну что поехали приблизительно год назад магазин переехал в новое здание она находится сразу позади старинного дома где магазин располагался ранее вот сюда мы и направимся помимо этого царства пряжи здесь на базе фабрики еще проводятся и занятия мастер-классы по разным видам рукоделия курсы вязания курсы шитья вышивки плетения валяния придения даже здесь настоящий образовательный центр рукоделия ну что пространство впечатляющее как бы здесь не потеряться среди такого количества стендов несмотря на то что это магазин при семеновской фабрике естественно здесь представлена их продукция надо сказать что тут довольно много пряжи других производителей здесь целые стенды и даже секции отведены под пряжу троицкой фабрики под пехорскую пряжу пряжу контекс есть турция китай испания в целом выбор есть здесь интересно но у этого магазина есть одна такая занимательная особенность она заключается в том что каждый раз сложно угадать будет ли богатый выбор или придете посмотреть на пустые полки честно вам признаюсь мне именно с этим магазином всегда везет в кавычках в какое бы время года или какой бы день недели я не приехала бы сюда встречают пустые полки вероятно самые интересные экземпляры пряжи разбирают как пирожки ну давайте прогуляемся по стендам посмотрим чем магазин на встретит гостей сегодня если сразу повернуть направо то увидим вот что катя составы метраж стоимость все обозначено над каждым стендом есть фантазийная пряжа есть шерсть полушерсть меренос с акрилом расцветки такие натуральные смотрите какой классный состав шерсть вискоза кашемир и полиамид получается что 100 грамм стоит 900 рублей мягенькая мягенькая очень приятная шерсть вискоза акрил расцветки спокойные в целом здесь такие природные краски все очень гармонично конечно а а и и и и и и и и и а это уже стенд с пряжей от виты и далее турция мадам трико и кстати очень приличный состав и интересной расцветки шерсть ангура нейлон очень мягкое полотно очень мягкая а вот такие чудики наверное подойдут для шапок это чистая шерсть перетянутая нейлоновой нитью это все тоже мадам трико 30 процентов шерсть 70 процентов акрила 400 метров 100 грамм из этого наверное могут получиться красивые бактусы вот этот моточек пожалуй возьму себе так идем дальше секционки здесь действительно много пряжа толстая на шапки на снуды подойдет есть странная пряжа прямо странная наверное на какие-то прикроватные коврики или ванную не знаю сложно предположить целом ассортимент неплохой есть интересные варианты а это стенделизе хлопок далее идет акрил baby merino опять же фантазия смесовые составы вот элизе кантри ну кит мохер все вы знаете знаете его свойства его поведение здесь представлены моточки по 50 грамм есть секционный мохер по 100 грамм моточки ну как я предполагала пустующие полки тоже есть вероятно это пряжа популярны и и быстро раскупают вот полюбуйтесь кстати ангура gold которая мне нужна ну собственно которую я хотела здесь купить но она здесь во-первых не в богатом ассортименте выбор расцветок не очень большой и стоимость надо отметить здесь на 50 рублей дороже чем я заказываю обычно в интернет магазинах ну возможно кому-то эта информация пригодится пам панела это конечно для детей она очень мягкая смотрится задорно вот эта пряжа популярна из нее часто вяжут именно детские вещи встречаются вот такие неожиданные экземпляры кто-то повеселился придумывая название явно а далее идут стенды с необычными интересными составами вот судите сами меринос собачьей шерстью овечка и верблюд меринос и кенгуру такую пряжа еще поискать это все китайцы производят вот чудесная пряжа сказать что мягкая это ничего не сказать настоящее облачко чипа какая-то странная ниточка она рассыпается в руках рассыпается из мотка сложно предположить как поведет себя в полотне и не могу сказать что мягкая о боже а вот это чудо невероятно приятно держать в руках мягкая теплая уютная пряжа шикарная пряжа и стоимость тоже шикарная а еще здесь як с мериносом и акрилом это тоже китайская пряжа шерсть ягнят енот и акрил чего только не придумают название соответствующее жаль выбор грустный манточки явно скучают на опустевших полках ну и конечно знаменитая норка расцветки красивые природные чуть далее стоят контейнеры со вторичкой а напротив пряжа каком выбор хороший как раз для любителей хлопка далее мы с вами переходим центральные залы и будем двигаться вдоль вот этих секций первая секция посвящена камтексу здесь много хлопка и много мохера и много акрила ну а также конечно есть шерсть обратите внимание на выкладку полок насколько продумана растяжка цветов с одной стороны взгляд как бы скользит а с другой есть на становиться есть такие очевидные акценты если есть желание связать градиент то расцветки сами подсказываю посмотрите насколько все гармонично смотрится полушерсть от ламы хорошая пряжа я пока что из нее только образцы вязала струящаяся нить податливая приятное осталось впечатление а это специально для любителей синего один тон переходит в другой очень красивый градиент можно связать и для любителей натуральных красок вот чистая осень горчица кирпич полынь небольшая колкость ощущается небольшая в целом выбор интересные и по составам и по расцветкам и и далее мы попадаем в секцию с троицкой пряжей и здесь не менее интересно вот этот тандем пожалуй возьму себе будет комплект с шапочкой и сноут калифорния это новинка необычная меринос с акрилом здесь 45 метров на 150 грамм по и расцветия настоящая акварельная россыпь это шапка это чисто шапка не хватит очень крупными спицами у нее же и даже на 13 не хватит вообще вот если крупными спицами 60 метров ушло 60 то есть 3 матка 2 шапки 600 рублей шапка это только для пряжи да я прям запала на нее а вот это дорогие мои пихорка именно за этой пряжей я сюда и приехала думаю что многие из вас видели видео марины ее канал называется вязание сваломар она сделала репортаж из этого магазина и показывала вот эту пряжу называется мультиколоровая а такие красивые яркие игривые расцветки в общем раздразнилась я бирюзовой пряжей марина показывала такую красивую пряжу с бирюзовыми оттенками именно за ней сюда и приехала но увы этой расцветки уже нет огромные мотки по 200 грамм и здесь 400 метров это полушерсть вообще очень нравится идея больших крупных мотков это безусловно удобно если 100 грамм например на шапку не хватит то можно безболезненно продолжать вязать без обрыва нить без узлов соответственно да действительно классная идея не могу удержаться и не повторить уже сказанное потрясающая раскладка цветов настоящая подсказка для тех кто затрудняется с подбором для своего проекта вот пример очень красивого благородного цвета называется свекольный шерсть с акрилом 300 метров на 100 грамм это известная пряжа стопроцентная шерсть и тоже прекрасные натуральные расцветки австралийский меринос смело могу порекомендовать пряжу если вы с ней еще не знакомы и послушная она хороша в узорах она хорошо смотрится в объемных рисунках косы из нее неплохо получается здесь 400 метров 100 грамм и хорошая пряжа про пряжу великолепная ничего сказать не могу впервые держу в руках вы видите вот небольшой пушок присутствует это ангора и акрил вообще выбор пряжи содержанием ангоры здесь есть и одно это уже радует согласитесь очень стильное сочетание выразительны оба цвета вот их возьму точно возможно даже скомбинирую в одном проекте да а а и вот наконец мы добрались до секции семеновской пряжей первые встречает лидия квадро то кто вязал из нее думаю согласится что пряжа хороша очень хороша это полушерсть веста это относительно новая серия выпущенная фабрика относительно новая потому что это аналог знаменитой семеновской лидии в феврале этого года фабрика выпустила пресс-релиз где говорилось что веста пришла на замену на замену именно лидии что нить у нее теперь будет более объемная но тоже такая же тонкая признаюсь я тогда даже огорчилась потому что у тоненькой лидии мне всегда нравилось отсутствие объема и даже некая некоторая жесткость присущая ей именно благодаря этому удобно вязать на тоненьких спицах и быть уверенной что петельки не повыскакивают они выстроятся ровными рядами с помощью жесткой нити можно добиться вида трикотажного фабричного полотна так вот тогда же феврале я опубликовала пост в инстаграм посвященной новой серии веста и и далее события имели любопытное развитие многие девочки откликнулись забеспокоились тоже и одна замечательная девушка подписчица люси рита взяла решение этого вопроса в свои руки она написала в пресс-службу фабрики запрос обращение с просьбой уточнить веста это действительно замена лидии или просто новая серия и к радости многих вопрос прояснился последовал ответ что веста запущена как еще одна тонкая пряжа в ассортименте фабрики долгие годы тонкая пряжа была представлена лишь лидий а теперь они решили линейку тонких пряж расширить но снимать лидию из производства будут только лишь в том случае если она перестанет пользоваться спросом и потребители массово перейдут на весту так что большое спасибо люси рите за то что помогла прояснить ситуацию к слову пресс-релиз после этого на сайте фабрики исправили внесли это важное уточнение вот такая была история ну а мы тем временем добрались до вышеупомянутой лидии 1613 метров на 100 грамм впечатляет правда это одна из самых-самых любимых самых востребованных пряж среди почитателей фабрики невероятно красивая цветам космос настоящая осенняя палитра аэлита тоже известная пряжа полушерсть меренго а здесь семьсот восемьдесят один метр на сто грамм приходится на втором этаже магазина можно найти инструменты от прим пони и кловер инструменты для вышивки мулине фурнитуру а также тут отдел с трикотажем и собственно секция бобинной пряжи все те наименования и составы лидии весты которые мы только что видели на первом этаже здесь представлены в бобинах таким образом покупателям предоставляется выбор взять в матках или взять бобину и расцветки все те же что мы только что рассмотрели гуляя по первому этажу завершая это видео хотелось бы подвести некий итог увиденному магазин хороший пространство здесь очень логично обустроена логично и удобно ассортимент интересный и разнообразный производители тоже достойные и надо сказать что пряжа в целом здесь представлена в бюджетном сегменте если конечно мы так условно обозначим бюджетный как стоимость до 300 рублей за 100 грамм да то есть за один моточек хотя конечно же вы видели экземпляры которые стоят значительно значительно дороже даже в целом и 1000 рублей за 100 грамм недаром исторически сложилось что сюда на семеновскую слетаются мастерицы как как бабочки на сладкую приманку в целом впечатление очень положительное и каких-то явных недостатков у этого магазина я не смогла для себя обнаружить надеюсь что и у вас тоже остались приятные впечатления на этом все спасибо за внимание и счастливо спасибо 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 спасибо